МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский. В ходе поездки глава региона осмотрел ряд социально значимых объектов и пообщался с работниками учреждений. Тему продолжит Ирина Нижалова. Рабочая поездка главы региона началась с посещения амбулатории, филиала Центральной районной поликлиники. Здесь делегацию встретил заведующий филиалом. У нас имеется акушерский, терапевтический, педиатрический кабинет, имеется физиотерапевтический кабинет, есть стоматологический кабинет. В ходе осмотра медицинских кабинетов глава региона поинтересовался, хватает ли в амбулатории специалистов. По словам Сергея Марташенко, в скором времени ожидается приезд врача общей практики из Новосибирска, но есть на селе потребности в других медицинских кадрах. К примеру, стоматологический кабинет большую часть времени пустует. Нехватка кадров – одна из основных проблем поселкового ФАПа. Как отметил глава региона Александр Цибульский, амбулатория имеет хорошее оснащение, но оказать качественные медицинские услуги населению практически некому. Она сегодня не оказывает то комплекс услуг, который могла бы с учетом имеющихся возможностей. Значит, надо думать, либо документовать ее врачами, либо признаться населению, что здесь мы не можем оказывать услуг. Следующий объект, который осмотрела в ходе рабочей поездки, делегация округа «Детский сад». Кирпичное двухэтажное здание было открыто в марте 1981 года. По словам работников дошкольного учреждения, с тех пор в детском саду ни разу не проводился капитальный ремонт. Продуваемые окна, холодные полы, еле теплые радиаторы отопления. Воспитатели говорят, детский сад нуждается в капитальном ремонте, но денег учреждению не выделяют даже на косметический ремонт. Ну, мы где-то сами что-то как-то ходим, покрашиваем, креем, вот так вот закрываем, глотаем дурюсами. Осмотрев помещение детского сада, делегация направилась в актовый зал, где главу региона уже ждали работники дошкольного учреждения. Скажите, пожалуйста, почему у нас в округе оклады по одной должности у всех разные? Почему у нас в округе по одной должности у всех разные? По какой должности? По воспитательской должности разные оклады, по музыкальной. Я вам поясню, потому что у нас введено нормативно подошлое финансирование. В крупных детских садах, где больше детей, соответственно, больше денег, они могут себе это позволить. Такой ответ работников детского сада явно не устроил. У нас же есть базовый оклад, который определяется с нами. Вот у нас это надо начинать. И этот базовый оклад, он единый для всех. 7500 здесь, в городе, в других местах. Есть возможность у садиков, у крупных садиков, у которых больше детей, соответственно, у них больше доходная база, потому что дети платят за это, софинансируют. У них есть возможность своим воспитателям, там, работникам повышать оклад. Они это делают, исходя из тех возможностей, которые у них есть по зарабатыванию денег. Это не прерогатива окружной администрации, а это, на самом деле, финансовые возможности отдельного садика. Также на встрече были озвучены и другие проблемы. Среди них снижение компенсации за коммунальные ресурсы сельским педагогам и задержки выплаты компенсации расходов за найм жилого помещения молодым специалистам. В рамках рабочей поездки в поселок Красный Александр Цибульский также посетил хлебопекарню, строящиеся жилые дома, новую ферму, фок, школу и дом ремесел. У меня впечатления хорошие сложились. Проблемы, как и везде, всегда какие-то есть. Надо над ними работать. Есть проблемы, связанные с необходимостью ремонта детского сада. Он, в общем, такой теплый, хороший, но очевидно, что с 80-го года не ремонтировался, поэтому где-то требует к себе внимания. Мне очень нравятся школы, которые построили. Там есть определенные небольшие, осталось совсем маленькие, доделать недостатки. В планах Александра Цибульского посетить все населенные пункты округа. В ближайшее время он намерен отправиться в Индигу и Нижнюю Пешу и обязательно посетить поселок Амдрама. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, телеканал «Север», поселок Красное. Александр Цибульский провел встречу с начальником межрайонной инспекции и Федеральной налоговой службы Дмитрием Мартыновым, вступившим в новую должность в сентябре. Временно исполняющим обязанности губернатора Ниницкого автономного округа его представил главный федеральный инспектор ПАНАО Александр Бебенин. Александр Цибульский, в свою очередь, отметил, что пополняемость бюджета региона в основном обеспечивается за счет налога на имущество организации. И общая задача власти и налоговой службы состоит в увеличении доходной части окружного бюджета. В новой должности Дмитрий Мартынов станет постоянным членом Межведомственной комиссии по доходам и оптимизации расходов Ниницкого округа. Основным предметом ее рассмотрения является план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Кроме того, инспекция оказывает консультационную поддержку окружным властям при разработке нормативно-правовых актов о введении новых налоговых льгот или внесении изменений в действующее законодательство в этой сфере. Между Департаментом финансов и экономики Ниницкого округа и инспекцией ведется обмен информацией об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в округе и находящихся в процедурах банкротства. В целом, современные принципы взаимодействия бизнеса и власти, в том числе налоговых органов, позволяют создавать в регионе благоприятный инвестиционный климат. В микрорайоне Качгард завершилось благоустройство одного из дворов. Территория в районе улиц 60 лет октября и строительная стала вторым объектом, благоустроенным на Ринмаре в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме устройства современной детской площадки с различными элементами и травмобезопасным покрытием, подрядчик строительства привел в порядок проезды вдоль домов, оборудовал места автомобильных стоянок, установил опоры освещения. Напомню, дворовая территория в районе улиц 60 лет октября и строительная набрала наибольшее количество баллов в конкурсе заявок и была благоустроена с учетом предложений и пожеланий самих жителей. По итогам торгов стоимость работ составила 12 миллионов 400 тысяч рублей. Всего на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в регионе предусмотрено 26 миллионов. Из них 10,4 миллиона рублей выделено федеральным бюджетом. На условии софинансирования еще 15 миллионов 600 тысяч рублей средства окружного бюджета. Помимо этого, за счет средств муниципалитетов на реализацию проекта дополнительно привлечено порядка полутора миллионов рублей. Современная детская игровая площадка появилась в новом квартале авиаторов. Такой подарок самым маленьким жителям региона сделала компания «Лукоилкоми». В торжественной церемонии открытия приняли участие жители микрорайона, представители окружной власти, мэрии, подрядчики, компании-недропользователи и, конечно, главные виновники торжества детям. Десятки ребятишек со всего микрорайона авиаторов в этот день с нетерпением ждали открытия новой игровой площадки. Они сегодня не просто главные виновники торжества, но и первооткрыватели. Ведь такой масштабной игровой зоны в истории благоустройства округа не было. Этот подарок малышам и подросткам сделала нефтяная компания «Лукоил». Город развивается, строятся новые дома здесь, большой район уже стал. Я очень рад присутствовать на открытии детской площадки, чтобы вы почаще выходили на улицу, оторвались от планшетов, от телевизоров и побольше дышали свежим воздухом. Потому что чем здоровее вы будете, тем лучше будет наш округ, наш город. Вместе с руководителем «Лукоил Севернефтегаз» Николаем Новожиловым символическую красную ленту на открытии площадки перерезали мэр города Олег Белак и юная жительница микрорайона Юлиана Соколова. Старт к счастливому детству дан. Ребятишки с нетерпением бросились осваивать новые игровые элементы. Карусели, качели, горки, интерактивные панели и многое другое. Эта площадка – многофункциональный объект, предназначенный для детей различных возрастов, разделенная на несколько зон, две из которых предназначены для малышей, а третья – для детей постарше. Здесь подростки смогут играть в баскетбол или мини-футбол. Объект не только красивый и яркий, но и безопасный. По всей площади оснащен мягким покрытием из резиновой крошки. Все достоинства нового развивающего пространства уже оценили десятки детей. Удивлен, честно. Я не ожидал, что тут построят такую большую площадку. Ребята, не рвите тут и не ломайте ничего. Да, все. А потому что в этот городок вложили много сил, строительство. Мне больше нравится все это, что тут построили очень много горок, и вот всяких вот, где можно поползать, можно поиграть в футбол, баскетбол. Ну, детям, чтобы там. Чтобы дети у нас развивались, играли. А все уже оплатили на площадке? Да! А что больше всего нравится? Все городок. 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 А еще что? Морка больше нравится. Большая радость для самых маленьких. Этого события, безусловно, ждали все дети нового микрорайона. Теперь у них есть большая площадка для занятий играми, спортом и просто веселого времяпровождения. Здесь жители нового микрорайона планируют отмечать тематические детские праздники. Одна из таких организаторов-общественников – многодетная мама Надежда Соколова. Площадка потрясающая, очень нравится. Я уже ее приметила для будущих наших мероприятий, потому что я провожу мероприятие на «Вятрах-26». Это недалеко, так что мы будем сюда прибегать летом и играть с детьми. Потому что действительно огромная площадь, очень много различного оборудования детского. Строительство площадки реализовано в рамках приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды. На этот проект компания «Лукойл Коми» выделила 11 миллионов рублей. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Символ трудовой жизни десятка поколений лесозаводчан. В Наринмаре состоялось торжественное открытие памятника труженикам Пятерского лесозавода. Символ истории лесозавода появился в окружной столице. В сквере по улице Юбилейная прошла торжественная церемония открытия памятника работникам Пятерского лесозавода. Проект по его созданию реализован по решению окружных властей, инициативе жителей региона и при финансовой поддержке компании «Лукойл». В историческом событии приняли участие более 100 Наринмарцев. Многие из них – те, кто отдал не один десяток жизни в развитии одного из самых крупных предприятий России. Итак, самый торжественный момент – открытие памятника работникам лесозавода! Этого момента ветераны лесозавода ждали несколько лет. Многие на открытии не смогли сдержать слез. Некогда крупнейшее предприятие в России, в год реализующее за границу более 40 тысяч кубометров леса, где трудились сотни рабочих, навсегда останется в памяти его тружеников. Ведь за тысячами кубометрами древесины стоит чья-то трудная, но интересная жизненная история. Это точно знает бывший профсоюзный лидер лесозавода Валентина Киселева. У нас в составе нашей профсоюзной организации были все работники, всех служб, всех цехов. Это около 800 человек. Это три смены работы. Это поселок лесозавода. Это баня наша любимая, она до сих пор остается. Это школа наша, клуб наш, общежитие, больница. То есть все это было лесозаводское. Вы знаете, это совершенно не то слово, что я просто скучаю. Я, в общем-то, в определенной степени, я все равно живу этим. Потому что здесь прошла моя молодость, здесь прошла мои годы, становление меня. Живет воспоминаниями о родном предприятии и Людмила Пешкова. Она 40 лет проработала сначала в должности бригадира, а затем мастером лесопильного цеха. Смена моя была самая лучшая. Агапова и Бычихин у нас первое утром в 7 часов вылезают. Ну сколько напилили. И нам было приятно, что мы план выполняли все время. Смена была очень хорошая, дружная. Они тоже остались здесь у памятника. Действительно, у памятника собрались все ветераны. Многим уже далеко за 70. Но не прийти, как признаются, они просто не могли. Вспомнить своих коллег и отдать дань уважения пришла кавалер ордена трудового красного знамени, бывший мастер лесопильного цеха Людмила Анашкина. Меня награждали первую на заводе. Это было 16 сентября 1966 года. Дети прибежали. Я картошку купала, дети прибежали. Мама, бабушка тебя зовет. Я пришла. А награждали нас в Архангельске. Дом офицеров опраздновали в гостинице. И вся жизнь моя прошла на заводе. 48-го года. Мне было 17 лет. Я пришла работать после школы. Молодые девчонки, только что окончившие школу, девушки и женщины, работали на предприятии 6 дней в неделю, по 10-11, а порой и 12 часов. Труд на заводе, особенно в лесопильном и водном цехах, на бирже, где шла подготовка материалов к погрузке на суда, был тяжелым, физически изматывающим, но сил и времени не жалели. Трудовой подвиг таких, как Людмила Анашкина и Людмила Пешкова и еще тысячи простых тружениц увековечил скульптор из Смоленска Игорь Чумаков. Сделал почему женщину? Потому что после 45-го года они на своих плечах вынесли дальнейшую судьбу этого завода. Понимаете? Когда мужчины ушли, и когда смотришь на эти старые фотографии, хочется плакать. Потому что мужиков нет, одни женщины, один мужчина там и все. И вот они на своих плечах все это вынесли, потому что это дань именно женщинам. Лесозаводская красавица стала главным украшением памятника. Она следит за выходом брусом – основной продукцией экспорта. Напротив нее скульптура мужчины олицетворяет предков, участвовавших в становлении завода. Ну, мужчина, тут все очень просто. 93-й год, это мужчина конкретно вот с документальной фотографией. Да. Если вы видели, у него кожаные сапоги, которые раньше носили, резиновых не было. Это бродни кожаные. Они вот и сейчас висят в музее Пустозерска. Дальше там нарукавники, передник. Это все так, как было на самом деле. Бородатые, крепкие, настоящие мужики. Памятник труженикам лесозавода представляет собой образ временной спирали. Виток истории от начала создания лесопильного завода товарищества Стелла Паларе в 1903 году и в завершении его производственного пути в 2010-м. Уже под названием Наринмарский лесозавод. Такой исторический подарок лесозаводчанам и всем жителям округа сделала компания «Лукойл». 19 миллионов рублей были выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией НАУ и нефтяной компанией. На протяжении долгих лет лесозавод оставался градообразующим предприятием. Здесь трудилась не одна сотня жителей города, не одно поколение. Завод дал толчок развитию города. И память о тех тружениках, которые работали на предприятии, должна оставаться всегда. Символ трудовой жизни десятка поколений теперь главное украшение сквера на улице Юбилейной. Здесь лесозаводчане планируют проводить не только встречи памяти, но и главные праздничные события микрорайона. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.